Сегодня как никогда актуален интеллектуальный поход к моде, который состоит из множества аспектов, один из которых преследует не количество, а качество. Этому и был посвящен закрытый показ фильма «Реальная стоимость моды» от проекта Long Fashion Weekend. Миссия LFV Team – это продвигать фэшн-индустрию в городе. Мы пробуем различные форматы. Сегодня мы собрались в небольшом кинотеатре, где мы показываем фэшн-фильм. Пришли все модники и супермодницы нашего города. Для нас было очень важно показать его, чтобы моду мы воспринимали не только как что-то красивое, но и как индустрию, которая захватывает и захватывает и захватывает все больше людей и учит их не думать. А мы хотим, чтобы мы думали правильно, оценивали, носили и включали свои мозги. Простите. Конечно, есть сейчас в Германии, Франции промышленность очень развитая, и там механизировано все. Но не в южных странах, не в Азии, где дешевая рабочая сила, и там, где люди работают по 18-20 часов в сутки. То есть за счет этого у них как раз снижается себестоимость товара, и за счет этого мы получаем в готовом виде уже в масс-маркете за 300-500-600 рублей футболки. Естественно, если так разобраться, то этого не может быть, с учетом того, что если метр ткани, грубо говоря, будет стоить в магазинах, мы видим, 200-300 рублей за метр. Один из способов не поддаваться маркетинговым стратегиям масс-маркета, а именно фаст-фэшену, по мнению авторов проекта, это отдавать предпочтение отечественным дизайнерам. Потому что в масс-маркетах чаще всего это, конечно, плохое качество, плохое качество ткани, плохое качество пошива, и еще это стоит сейчас не так дешево, как нам раньше казалось. Для нас главная идея – это вернуться снова к сути вещей. Вспомните вещи, которые носили наши бабушки. Их можно было одеть и сейчас, и они носились и носились. А фаст-фэшену приучил к тому, что, как любой маркетинг, что мы вещь купили в этом сезоне, в следующем сезоне она уже негодная, ее невозможно носить, потому что она потеряла форму и просто свою актуальность. Конечно, предложенная точка зрения в фильме – лишь одна из. Существует и такая, что страны третьего мира просто нуждаются в работе, предлагаемой вещевыми конгломератами. Но радует другое, что сегодня актуально во многом разбираться и делать выбор осознанно, и это относится в том числе и к одежде.